Мне кажется, достаточно симпатичный срез. Согласитесь со мной. Особо ярко рыба будет выделяться на праздничном столе. Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Александр на канале «С дедом за обедом». Скумбрия, которую я сейчас приготовлю, я ее запеку. Запеку в виде рулетиков. Рыбка в таком виде будет, кстати, как к праздничному столу, так и к обычному столу. Оставайтесь со мной. Для приготовления рецепта мне необходимо Скумбрия свежемороженая, сок лимона, морковь, лук, томатный кетчуп, суевый соус, соль, черный перец, молотый по вкусу. Начну с подготовки рыбы. Для чего у рыбы отрезаю хвост, отрезаю голову, все плавники и разрезаю брюхо вдоль пополам. Удаляю содержимое брюхо, включая вот пленку, которая здесь была. Далее рыбу разрезаю глубже, вдоль, но не до конца. Надо сделать так, чтобы она у меня спокойно разделилась. Далее извлекаю косточки, включая хребтовую. Отделяются они очень легко после разморозки. Далее руками удаляю хребет. Просто надавливая на мякоть. Рекомендую рыбу до конца не размораживать. Так вы ее быстрее разделаете. Вот и все. Далее рыбу ненадолго замариную. Каждый кусочек слегка подсаливаю. Слегка. Потому что далее пойдет соевый соус. Тоже немного, только чайную ложку. Далее сок лимона. Тоже немного. На каждый кусок тоже чайную ложку. И немного подперчу. На этот кусок кладу следующий кусок. И делаю то же самое. Перехожу к маринаду. Тру морковь на крупной терке. Морковь готова. Перехожу к луку. Лук режу пополам. И рублю на мелкие кубики. Перехожу к плите. В разогретую с маслом сковороду отправляю лук. Обжариваю лук до прозрачности. В слегка обжаренный лук добавляю морковь. И перемешиваю. К ним добавляю соль. Перемешаю. Продолжаю обжаривать до размягчения овощей. Овощи протомились. И я бы даже сказал, немножко поджарились и подсохли. Самое время сюда добавить кетчуп. Обычный томатный кетчуп. Перемешиваю. Хорошо перемешиваю. Потому что на данном этапе это все. Получается густая масса. Я выключаю нагрев. Маринад немного остыл. Условно разделил его на 4 части. Выкладываю на край, на широкий край. Маринад. И далее заворачиваю в рулет. Рулет получается широкий. И он не держится. Поэтому я зафиксирую его самурайскими зубочистками. Одна и двух мне будет вполне достаточно. Вот так. Ну и последний, четвертый рулет. Распределяю по ширине ровно. Хвост вышел наверх. Маринад, если вылез, заправляю внутрь. Выкладываю форму на пергаментную бумагу. Это будет очень вкусно. Отправляю рулетики в разогретую духовку при 180 градусах на 25-30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Рулет остыл. Самое время резать. Вот такая красота на срезе. Мне кажется, достаточно симпатичный срез. Согласитесь со мной. Скумбрия в рулетиках хороша как в теплом, так и в холодном виде. Особо ярко рыба будет выделяться на праздничном столе. Приятного аппетита! Спасибо, что были со мной. Надеюсь, рецепт вам был полезен. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Желаю вам крепкого здоровья. До скорых встреч!